Михаил Касаткин. Мануальное тестирование мышц. Автор 2020 год. Данное электронное издание является уникальным в русскоязычном сегменте учебной литературы. В пособии последовательно изложена история развития, клиника физиологическое обоснование, основные принципы и техника выполнения классической диагностической методики мануального тестирования скелетных мышц. Освещены вопросы анатомии и биомеханики каждой мышцы. Особое внимание уделено показателям мышечных нарушений. Все варианты мануальных тестов мышц, представленные в книге, основаны на международном опыте и рекомендованы к использованию профильным профессиональным медицинским сообществом в России Национальной ассоциации специалистов по кинезиотейпированию и образовательным проектам Кинезиокурс. Учебное пособие предназначено для широкого круга читателей. Администрация сайта ЛитРЭС не несет ответственности за предоставленную информацию. Могут иметься медицинские противопоказания. Необходима консультация специалиста. Введение. Прежде всего, автор хочет отметить, что создание данного пособия было бы невозможно без многолетней практики использования методики мануального тестирования скелетных мышц самим автором Касаткиным Михаилом Сергеевичем в своей клинической практике, а также без постоянного совершенствования знаний и навыков по данной технике на российских и международных научных конференциях и семинарах. Создание данного пособия было обусловлено необходимостью проанализировать и четко систематизировать международные опыты и образовательные стандарты, касающиеся обучения и проведению данной диагностической процедуры. Зарубежные специалисты, особенно пофизические терапевты, проходят специализированные курсы повышения квалификации по описанному в данной книге методу диагностики состояния скелетных мышц в рамках учебы в профильных медицинских и спортивных колледжах и вузах. В настоящее время методика мануального тестирования мышц используется как в клинической, так и в спортивной медицине, а также как профилактика повреждений опорно-двигательного аппарата. В пособии впервые на русском языке последовательно освещены исторические предпосылки создания и развития метода мануального тестирования мышц, описано клинико-физиологическое обоснование данного метода диагностики, а также на примере более 60 скелетных мышц разобрана анатомия, биомеханика и проведение процедуры тестирования каждой из них. Принципы, правила и техники проведения всех мышечных тестов представленные в книге, рекомендованы к использованию большинством профильных профессиональных медицинских сообществ в России, а также образовательным проектом «Кинезиокурс». Данное электронное пособие является дополнением к авторскому онлайн-курсу «Косаткина МС» «Основы мануального мышечного тестирования». Для подготовки обложки издания, а также иллюстрации в данном учебном пособии использована художественная работа автора. Для подготовки всех иллюстраций, связанных непосредственно с тестированием мышц, были использованы материалы из авторского онлайн-курса «Косаткина МС-https//kinesiocurse.getcourse.ru slash p-r-o-m-o нижнее подчеркивание m-m-t по лицензии s-s-0 Глава 1. История мануального тестирования мышц История мануального мышечного тестирования, дословный перевод с английского «ручное мануальное тестирование мышцы» началась задолго до появления науки о движении, кинезиологии и ее логичного практического продолжения направления прикладной кинезиологии. Мануальное тестирование было впервые разработано в 1860-1880 годах шведскими физиотерапевтами из Королевского центрального института гимнастики GCI в Стокгольме, Швеция. Этот университет был основан Пьером Хенриком Лингом «Смотрите рисунок 1» в файле «Дополнительные материалы» в 1813 году. Пьер Хенрик Линн 1776-1839 годы был основателем шведской медицинской гимнастики основы всей физиотерапии и физиотерапии, которая впоследствии была разработана в США. Данный вуз стал первым и уникальным и в то время ведущим колледжем по всем видам мануальной медицины и физиотерапии в мире. Мануальная терапия не была изобретена в Швеции, но впервые в истории именно там было начато обучение по специальности, включающей в себя мануальную терапию, аппаратную физиотерапию, массаж и лечебную гимнастику. Таким образом, колледж GCI создал медицинскую гимнастику, ставшую основой всей зарубежной физиотерапии, специальности, включающей в себя вышеперечисленные профессиональные навыки. Небольшая часть трехлетнего очного обучения была посвящена массажу и массажной терапии, которая позже стала называться шведский массаж. Основой лечебно-терапевтической работы в Центральном институте гимнастики GCI, где даже шведская королевская семья лечилась от различных недугов и болезней, стал новый медицинский метод под названием Rurilsillara. В 1954 году шведское слово Rurilsillara было образовано в новый международный термин и понятие кинезиология, предложенный шведским профессором и главным преподавателем GCI в Стокгольме Карлом Августом Георгием. Традиционная кинезиология, созданная в Швеции, представляла собой метод, основанный на способности влиять на патологии и нейрофизиологию внутренних органов посредством нескольких сотен различных специальных медицинских мышечных упражнений. Доктор Джордж Х. Тейлор из США изучил шведскую медицинскую гимнастику, кинезиологию и написал первую книгу о ней в 1860 году. Описание шведского лечения движения описывает историю и философию этой системы медицинского лечения с примерами отдельных движений и указаниями по их использованию при различных формах хронических заболеваний, формируя тем самым полноценное руководство по лечебным упражнениям. Смотрите рисунок 2 в файле дополнительной материалы. В 1887 году Швеция была первой страной в мире, получившей одобренную правительством медицинскую лицензию для физиотерапевтов. В то время она называлась медицинская гимнастика. Самое первое задокументированное мануальное тестирование мышц было проведено известным шведским физиотерапевтом и кинезиологом Генрихом Келгреном, который был пионером в области традиционной кинезиологии и физиотерапии и основал несколько клиник и институтов в Швеции, Германии и Англии. Смотрите рисунок 3 в файле дополнительной материалы. Мануальное тестирование мышц, проведенное Генрихом Келгреном, было сфотографировано в Центральном институте гимнастики GCI в конце 1800 года. Это самое раннее сохранившееся изображение данного метода диагностики состояния скелетных мышц. Смотрите рисунок 4 в файле дополнительной материалы. Генрих Келгрен был дедушкой Джеймса Сириакса, который основал современную ортопедическую медицину. Он использовал тестирование скелетных мышц в начале 1940-х годов как часть обширного метода диагностики, который помогал ему дифференцировать неврологические заболевания от ортопедических дисфункций позвоночника. В Америке система мышечного тестирования была позже разработана физиотерапевтом Вильгельмином Дж. Райтом и хирургом-ортопедом Робертом Лаветтом в Гарвардском университете в Бостоне в начале 1910-х годов. Смотрите рисунок 5 в файле дополнительной материалы. Большинство мануальных тестов скелетных мышц, используемых сегодня, были предложены физиотерапевтами Генри и Флоренс Кендалл, смотрите рисунок 6 в файле дополнительной материалы, и физиотерапевтами Люсиль Дэниелс и Кэтрин Ортингем в 1930-1940 годах. Практическое или прикладное использование мануального тестирования мышц в анализе и диагностике пациентов с различными нозологиями было углублено и развито в Соединенных Штатах Америки хиропрактами Дж. Гудхартом и Алланом Бердаллом в 1960-х и 1970-х годах в рамках клинической прикладной кинезиологии. Хиропракт Аллан Бердал, смотрите рисунок 7 в файле дополнительной материалы, в области клинической кинезиологии самостоятельно разработал больше мышечных тестов, чем кто-либо в мире. В 1964 году Дж. Худгард, смотрите рисунок 8 в файле дополнительной материалы, опираясь на работу Кендалл, обосновал терапевтическую ценность мануального тестирования мышц, благодаря тому, что улучшил функцию передней зубчатой мышцы, произведя манипуляции в местах ее прикрепления. С этого времени мануальное тестирование мышц, мануальное мышечное тестирование, получило значительное развитие международное признание, и в настоящее время огромное количество специалистов по всему миру используют его в своей клинической практике. Следует отметить, что русские ученые тоже внесли вклад в процесс становления тестирования скелетных мышц и науки кинезиологии. Развитие истории изучения двигательной активности в России официально началось с 30-х годов XX века с работ профессора Н.А. Бернштейна. Смотрите рисунок 9 в файле дополнительной материалы. В своей работе «Очерки по физиологии движения и физиологической активности» он установил, что имеется 5 уровней регуляции движения. Самый первый этап координации движения регулируется на бессознательном уровне и подвластен только влиянию информации, исходящей из рецепторов внешних тканей и внутренних органов. В случае нарушения этой регуляции в процессе выполнения движения у пациента диагностируется дрожание. Академик И.П. Павлов Смотрите рисунок 10 в файле дополнительной материалы установил, что каждый орган влияет на конкретные ассоциированные с ним мышцы. При проблемах этого органа мышцы реагируют изменением тонуса. На основе этого факта было введено понятие о висцеромоторных связях и рефлекторной дуге, по сути являющейся основой современного тестирования мышц. В Чехословакии основатель мануальной терапии профессор К. Левит часто в своих лекциях указывал на особенность функциональных взаимоотношений между различными отделами мышечно-скелетной системы.